Сегодня мы узнаем, почему этот пулемет используется вместо снайперской винтовки, способен ли Корт пробивать броню танков, и почему на самом деле этот крупнокалиберный пулемет является не совсем оригинальной разработкой. Интересно все это узнать? Тогда ставь лайк и смотри ролик до конца. А еще тебе будет точно интересно узнать, что делая покупки в интернете, можно сэкономить кругленькую сумму вместе с Мегабонус. Это отличный сайт, который сотрудничает с десятками и сотнями интернет-магазинов, позволяя тебе возвращать до 40% стоимости заказа. Захотелось тебе купить сладенького, а тут кэшбэк до 26% на шоколад Аленка. Или, например, хочешь ты себе купить новые кроссовки в Спортмастере, а тут почти 7% кэшбэка. По-моему, вообще замечательно. А на Алиэкспресс кэшбэк совсем недавно составлял целых 30%. И работает все очень просто. Регистрируешься на сайте, активируешь повышенный кэшбэк, выбрав магазин из списка, вот и все. Считай деньги у тебя в кармане, можно закупаться. Скоро как раз на Али начнется большая распродажа, так что самое время регистрироваться на Мегабонус. А еще на сайте есть программа. Чем выше уровень лояльности, тем больше денег тебе вернется. Так что переходите по ссылке в описании или к QR-коду на экране, который вы сейчас видите. И помните, что промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке в описании или по QR-коду. Так что наслаждайтесь покупками в интернете вместе с Мегабонус. Все началось в 1970-х годах, когда СССР требовался новый пулемет, который станет на замену нашумевшему в то время пулемету ДШК. Для производства нового крутейшего пулемета было решено создать новый завод в городе Уральск, получивший название «Металист», так как производство на заводе Дегтярева в Коврове было и так перегружено. Новый пулемет получил название НСВ-12.7 «Утес». Помимо СССР, данный пулемет производился также в Польше, Болгарии, Индии и Югославии. Кроме этих стран, лицензию получил также Иран, но достоверных сведений о том, удалось ли иранцам освоить производство «Утеса», так и нету на данный момент. И, безусловно, «Утес» был хорош, он мог пробивать даже легкие танки, был мощным скорострельным, хоть и весьма тяжелым пулеметом, который прекрасно справлялся со своими задачами и получал отличные отзывы от военных. Однако спустя время и ему потребовалась замена, по вполне понятным причинам. Идея создания нового станкового пулемета возникла в начале 90-х годов. В то время Советский Союз находился в состоянии распада, и руководство страны решило создать новое оружие, с которым мы могли конкурировать с лучшими образцами Запада. Крупнокалиберный пулемет «Корт», что расшифровывается как «Конструкция оружейников-дегтяревцев», был разработан специалистами Ковровского оружейного завода имени Дегтярева в 90-х годах. Данный пулемет предназначался для замены в войсках пулеметов НСВ и НСВТ «Утес». После распада СССР заводские цеха по выпуску пулеметов НСВ остались вине России, в Казахстане. Поэтому перед Вооруженными силами России актуальным стал вопрос разработки и производства собственного тяжелого пулемета. Помимо этого, при создании собственного российского крупнокалиберного пулемета, перед нашими конструкторами-оружейниками стояла задача повышения точности стрельбы. Поэтому ребята взяли за основу тот самый «Утес» и сделали практически точную копию. Как итог, оружейники завода ZIT в короткие сроки смогли создать пулемет, который был разработан с учетом всех современных реалий. И в итоге, к 1998 году его приняли на вооружение российской армии в составе ряда унифицированных моделей под обозначением «Корд». Данный пулемет имеет калибр 12,7 мм, а ленточное питание осуществляется как справа, так и слева. При этом ствол оружия уникален. Именно его конструкция позволяет «Корду» вести пулеметный огонь при снайперской точности. Секрет состоит здесь вот в чем. Обычно у автоматического оружия, когда оно стреляет очередями, ствол разогревается. Начинается его провисание, как говорят специалисты. Однако конструкторы разработали схему, при которой ствол «Корда» при введении огня разогревается равномерно, и в результате провисания не происходит. Поэтому если установить на пулемете оптический прицел, вести из него огонь можно практически со снайперской точностью. Что же касается веса оружия, то с лентой на 50 патронов у «Корда» он составляет около 30 кг. При этом заряжать патроны можно с любой из сторон. В варианте пулемета, который был предназначен для поддержки пехоты, применяются ленты на 50 патронов, а танковые модификации означаются лентами на 150 патронов. При этом «Корт» имеет скорострельность до 600 выстрелов в минуту с прицельной дальностью до целых 2 км. И вам наверняка было бы интересно, что вообще такой здоровенный пулемет может пробить. Если опираться на технические данные, то калибр 12,7 мм может пробить броню толщиной до 2 см. А это значит, что какой-нибудь самолет или легкий танк вполне может быть уничтожен при стрельбе из данного пулемета и будет вообще прошибаться на вылет. Поэтому для «Корда» не будет преградой какая-нибудь бетонная стена и уж тем более автомобили или спецтехника. Короче говоря, спрятаться от огня такого пулемета, что в транспорте, что в каком-нибудь доме, у противников точно не получится. А вот если сравнивать плюсы и минусы этого пулемета, то не все так однозначно. Например, из плюсов, естественно, можно выделить отличную точность, скорость введения огня и мощность каждого выстрела, выпущенного из ствола. Но другой момент в том, что такой пулемет обычно устанавливается на треногу, и вести прицельный огонь получится из заранее подготовленной позиции. Еще пехотный вариант оснащается лентой всего на 50 выстрелов, поэтому зажать спусковой крючок в сторону противника и поливать его несколько минут непрерывным огнем, к сожалению, у вас не получится. Потому что такое может делать только Рэмбо с бесконечными патронами. Ну и в целом, из-за весов 30 килограмм взять его в руки и воевать как в фильмах, как какой-нибудь Терминатор, будет крайне проблематично. Теперь давайте посмотрим, насколько российский корд может вообще соперничать с похожими зарубежными аналогами. И самое близкое, что приходит на ум, это, конечно же, Браунинг М2. Оба эти пулемета стреляют калибром 12,7 миллиметра, однако, несмотря на то, что Браунинг был выпущен намного раньше корда, его прицельная дальность все так же составляет 2 километра. Но вот со скорострельностью начинаются проблемы, ведь пехотный вариант Браунинга может выдать от 480 до 600 выстрелов в минуту, в то время как у корда всегда честные 600. Также корд на 9 килограмм легче своего американского соперника, а вот скорость полета пули у них примерно одинаковая и составляет 800 метров в секунду. Но вот чего вы точно не видели, так это пулемет Браунинг со снайперским прицелом, ведь его настолько сильно подбрасывает, что снайперский огонь из такого вести просто не получится. У корда же такой проблемы, конечно, нет. И он с легкостью может использоваться как просто для подавления огнем, так и для более точной стрельбы по одиночным целям. И хотя этот пулемет действительно крутой и мощный, но, к сожалению, найти его в каких-нибудь фильмах или известных играх не получается. Но, возможно, вы в комментариях подскажете, в какой игре вы могли встречать данный пулемет, или может быть в каком фильме. И, конечно же, если вам понравился ролик, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Давно хочешь поиграть в новый Dead Island 2 или, может быть, в новый Outlast? Тогда заходи на мой личный магазин игр Weapons Games, где можно активировать все игры прямо у тебя в Стиме без каких-либо проблем. Несмотря на все санкции и ограничения, наш персонал поможет тебе все активировать прямо на твоем аккаунте. Так что приходи на сайт за самыми последними новинками. Причем здесь ты можешь попробовать как стопроцентную покупку, где ты просто приобретаешь игру, так и попробовать испытать свою удачу, чтобы получить нужную тебе игру до 10 раз дешевле. Но при этом даже если нужная игра тебе не выпадет, ты все равно не уйдешь с пустыми руками. А еще, сделав любую покупку в магазине, ты можешь получить в подарок и другие Трипл Э игры. Для этого просто зайди в раздел «Раздач» и введи там номер своего заказа, и получи на халяву какой-нибудь RDR2 или, например, Киберпанк. Но также здесь, в разделе с подарками, можно получить на халяву до 500 рублей на баланс своего Стима. Так что ссылочка на мой магазин ждет тебя в описании внизу под роликом.